Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. 12 апреля 1961 года знаменитая гагаринская фраза «Поехали» дала старт новой космической эпохе. 58 лет назад на советском корабле «Восток» Юрий Гагарин совершил виток вокруг Земли. С этого года в школьное расписание вернули курс астрономии. Для 11-ти классников в 23-й гимназии в честь праздника провели тематический урок. Посвятили его первому полету человека в космос. Для нашей страны, я думаю, этот праздник имеет большое значение, потому что наша страна является одним из пионеров в этой области, начиная еще с 60-х годов прошлого века. Но нашу страну поистине можно назвать космической державой. И мы должны сохранить этот статус для того, чтобы поддерживать имя нашей страны. Едва ли не каждый советский школьник мечтал надеть скафандр и увидеть голубую планету из иллюминатора ракеты. Современная молодежь мыслит прагматично, ограничивается космическими симуляторами или фильмами про межгалактические приключения. О том, что находится на расстоянии миллионов световых лет, узнают разве что на школьных занятиях. Мне кажется, это очень интересный предмет. Нам рассказывают о космосе, о планетах, из чего они состоят, траектория движения. Мы же должны знать о мире, в котором мы живем, немного больше, чем можем увидеть, допустим, с планеты. Нам показывают, как, возможно, появилась наша Вселенная, что было миллиарды лет назад, миллионы, что, возможно, будет из-за смещения каких-то показателей. Пока одни изучают планеты за школьной партой, другие решили в День космонавтики устроить забавную акцию. Активисты движения «Волонтеры Победы» вышли на площадь Ленина и предложили ивановцам повторить знаменитую улыбку Юрия Гагарина. Мы на площадях, в вузах проводим эту акцию, предлагаем людям сфотографироваться, улыбаться, так же, как Гагарин, и потом выкладываем это в нашей группе ВКонтакте, «Волонтеров Победы в Ивановской области», где рассказываем также о космонавтах сегодня. Акция «Улыбка Гагарина» не только веселая, но и полезная. Прохожим рассказывали о последних достижениях отечественной космонавтики, о том, как живут космонавты на МКС. Все-таки 21 век, век технологий, когда происходит развитие науки техники. И да, люди, я считаю, должны помнить героев, которые положили начало вот этому, ну, можем сказать, движению, то есть которые были первооткрывателями космического пространства. За полвека мировое сообщество прошло сложный путь от запуска первого искусственного спутника до строительства международной станции в открытом космосе. Путем проб и ошибок, шаг за шагом, человечеству все же удается пробиваться через тернии к звездам. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.